Мария Шатланова родилась в 1970 году в обычной семье, далекой от искусства. Девочка всегда проявляла интерес к творчеству, поэтому пела в хоре и занималась бальными танцами. Выбрав техническую специальность Института Алма-Аты, она продолжала существовать в творческой среде, поэтому, отправляясь на конкурс красоты Мисс Подмосковья, планировала просто лишний раз заявить о себе и продемонстрировать яркость и привлекательность. Мария оказалась права, потому что ее отметила большая часть судейской коллегии, что принесло ей многочисленные награды и титулы. Это состязание красавиц изменило не только профессиональную, но и личную жизнь Шатлановой. Именно там она познакомилась с Филиппом Киркоровым, который предложил привлекательной девушке стать танцовщицей своего балета. Несмотря на то, что Маша являлась еще студенткой, она бросила учебу и отправилась с исполнителем по городам и странам. Отношения танцовщицы и певца довольно быстро стали близкими и романтическими, чего они не скрывали от окружающих. Мария снималась во всех клипах Киркорова, танцевала первые партии на его концертах и даже получила свой сольный номер. Представители звездной тусовки отмечали высокую степень увлеченности Филиппа своей новой музой, отношения с которой казались крепкими и надежными. Роман оборвался неожиданно для Шатлановой, после того, как в жизни певца появилась самая главная женщина его судьбы. Соперничество с Пугачевой она выдержать не могла, а Примадонна постаралась сделать все возможное, чтобы Маша исчезла не только из реальности Филиппа, но и из шоу-бизнеса в целом. Первое время танцовщице пришлось непросто, поскольку к неприятностям с работой добавились проблемы со здоровьем. Но она нашла свое истинное предназначение, которое дарует не только удовольствие, но и приносит достойное материальное вознаграждение. Спасением от всех забот для талантливой женщины стала йога. Изначально она сама увлеклась изучением этой философии, а затем попробовала свои силы в качестве преподавателя в крупном спортивном центре столицы. В личной жизни Марии тоже все сложилось замечательно, поскольку она уже много лет счастлива в браке с ресторатором Олегом Бацких, который является отцом единственной дочери Шатлановой Анастасии. У мужчины сеть успешных заведений, поэтому все материальные вопросы находятся в зоне его ответственности. Периодически телевизионщики пытаются вытащить жаркие факты о прошлом певца от Маши, но она давно не подается на провокации. Женщина отрицает наличие обид или претензий к звезде, будучи благодарной ему за проведенное вместе время. Журналисты пытались приписывать Киркорову факт отцовства Насти, но Шатланова это категорически отрицает. Девочка родилась в браке с Бацких, очень похожа на свою мать и не любит публичных заявлений. Сейчас жизнь бывшей муза-поп-короля состоит из занятий йогой, заботы о семье и частых путешествий. Особенной любовью она пылает к Индии, которая помогает пополнять не только физические, но и душевные силы. О семейной жизни женщина предпочитает не распространяться и крайне неохотно принимает участие в шоу на телевидении. Свою позицию она объясняет прохождением большого количества времени, в результате чего ее реальность заполнилась другими важными моментами и событиями. Об этапе общения с Киркоровым на этом фоне она почти не вспоминает. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok